Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы слышали замечательные слова апостола Павла о любви. Я вам их прочитаю на русском языке. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кемвал звучащая. Если имею дар пророчества, не знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот эти слова читали мы сегодня в честь чудотворцев-бессребренников Косьмы и Демиана, которые в своей жизни прославились тем, что исцеляли людей, помогали очень многим страдающим, болящим, и этим самым проявляли свою христианскую любовь по отношению к ним. Каким же образом христианин простой может проявлять тоже любовь по отношению к своим ближним? Но это очевидно, это понятно, что для того, чтобы проявлять любовь, для того, чтобы иметь в себе любовь, надо искоренять сначала противоположные страсти, противоположные грехи из своей души. А противоположные грехи – это ненависть, неприязнь, злоба, агрессия по отношению к другим людям. И вот все силы надо свои нам направить на то, чтобы это было уничтожено в нашем сердце, чтобы этого было поменьше. Но, к сожалению, многие православные христиане не работают над этим, не трудятся над этим, потому что считают, что, может быть, в христианской вере главное что-то другое. Главное – свечи, главная – молитва храмовая, главное – посещение богослужений, еще какие-то такие вот вещи внешние и формальные. И как бы все свое внимание направляют на это, чтобы посетить храм, чтобы поставить свечку, чтобы исполнить какую-то вот такую формальность. А когда речь идет о повседневной жизни, то как бы люди забывают о том, что они были в храме, о том, что они только что слышали какие-то чудные слова, которые Господь через своих апостолов нам говорит. Все это как-то выветривается, все это как-то становится непонятно. Так вот, надо именно назидать себя на всем на этом. То есть, что значит назидать, что значит созидать? Значит, строить, строить здание своей души, строить здание своего спасения на этом самом главном фундаменте, на любви. И надо понимать, что любовь – это самое главное свойство вообще, самое главное, скажем так, это самая главная действующая сила в мире. Понимаете? То есть, этот мир держится не на ненависти, этот мир держится даже не на справедливости, этот мир держится не на каких-то договорах между людьми, а этот мир держится на любви, на любви Божьей к человеку и на любви людей друг к другу. Если любви не будет, то не будет этого мира. И мы видим, что и сейчас тоже этот мир разрушается, колеблется, весь дрожит и весь почти уже рухнул. Именно по этой же причине, что любовь оскудевает, что любви нет, а кругом процветает ненависть, злоба и агрессия. И люди считают, что самое главное – объяснить каким-то образом свою агрессию, свою злобу. То есть, считается, если ты злобу свою и ненависть, и неприязнь объяснил себе, другим людям, то вроде бы всё нормально. Можно и злобствовать, можно и ненавидеть. На самом деле, от этого ничего не меняется. Сейчас у нас очень многие люди именно учат ненавидеть, именно объясняют, в чём может заключаться праведный гнев, праведная ненависть по отношению к другим людям, к другим народам, к другим странам. А вот если бы у нас эфир заполняли телевизионно, например, не вот эти передачи, которые учат ненавидеть, а вот те передачи, которые бы растолковывали, подробно бы объясняли бы людям, почему важно любить, почему важно прощать, почему так важно находить компромисс с людям между собой, вот тогда бы, наверное, результат, может быть, был другой. Это не значит, что все бы люди сразу побежали бы прощать и любить друг друга, но, по крайней мере, они бы об этом хоть иногда вспоминали. И самая большая беда, самая большая проблема нашего времени в том, что именно христианская церковь, как-то православная христианская церковь, тоже затягивается вот в этот омут, в эту воронку, этой ненависти и злобы. Считается, что православная христианская церковь должна служить интересам государства, должна служить каким-то внешнеполитическим или внутреннеполитическим интересам. А эти интересы у нас как раз сейчас сконцентрированы все на том, чтобы правильно направить злобу народа, правильно направить ненависть народа на какие-то, значит, другие страны, государства, народы. Так вот, никогда, никогда православие не может оправдывать ненависть, злобу и агрессию. Если какие-то православные проповедники говорят о том, что надо ненавидеть, надо проявлять злобу по отношению к другим людям, то можно смело сказать, что православия там никакого нет. Потому что нельзя ни в Евангелии, ни в посланиях апостольских нельзя найти никакого подтверждения того, что агрессия, злоба и неприязнь допустимы. Нигде. Вот буквально, если даже мы будем очень внимательно изучать, искать эти места, мы не найдем их просто-напросто ни в Евангелии, ни в апостольских посланиях. Некоторые говорят, а вот посмотрите, Христос тоже, значит, бил людей. Он взял и из храма выгнал торгующих. Сплел из веревок кнут, и этим кнутом, дескать, выгнал людей. Так вот, почитайте внимательнее этот отрывок и обратите внимание на то, что Христос не бил людей, а изгонял этим кнутом из храмового двора овец, валов, но уж, конечно, не людей. Нельзя даже представить, чтобы Христос поднял руку свою на человека. В другом месте даже апостолы спрашивают, Господи, вот нас не приняли в этом самарянском селении. Давай мы сделаем так, как сделал Илья. Давай мы помолимся, и пусть огонь снизойдет с неба и поразит всех этих людей, которые не приняли тебя, которые изгнали тебя из своих пределов. А Господь им что ответил? Вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить людей, а спасать людей. И пошел спокойно в другое селение. Понимаете? Вот как ответил Господь даже апостолам, которые хотели проявить вот этот праведный свой гнев. Причем не сами хотели наказать, а хотели помолиться Богу, чтобы Господь наказал вот этих вот людей, недоброжелателей Христа. И Христос им запретил это дело. Помните, о чем учил Христос нас в Нагорной проповеди? Говорит, любите не только тех, кто любит вас, а любите даже и недоброжелателей своих. Тех, кто вам творит напасти, врагов своих. Отвечайте добром на зло. Вот оно христианство. А в том, что люди начинают громко кричать о том, что только вот они правы, а все остальные неправы, и ненавидеть других людей, конечно, там христианства никакого нет. Поэтому вот я очень вам рекомендую и советую почаще эти слова апостольские вспоминать, читать. И главное, что? Обращать еще внимание на характеристики любви, на то, как апостол определяет любовь. Потому что иногда любовью мы называем совсем не то, что является любовью. Особенно, когда молодые ребята встречаются, им кажется, что они любят друг друга, и они считают, что вот это как раз та самая любовь, которая поможет им преодолеть все. Преодолеть все разногласия, все проблемы, которые могут возникнуть у них в семье. Да, на самом деле это еще не совсем любовь. Это еще не тот зрелый плод, который должен созреть. А это такой начальный импульс, взаимной симпатии, который Бог дал им для того, чтобы потом из этой искорки действительно какой-то разгорелся огонь. И если ничего не делать, не трудиться, не смиряться, не молиться, то, конечно, эта искорка потухнет. И вчера эта любовь была, а сегодня этой любви уже нету. Казалось бы, такие чувства были. Казалось бы, так мы, вытаращив глаза, бежали на свидание. А потом проходит какой-то год, и оказывается, мы характерами не подходим. И разбегаемся, и детей оставляем, так сказать. Так вот, что такое любовь? Как можно понять, имеем мы истинную любовь или нет? Так вот, любовь долготерпит. То есть, любовь не имеет свойства сразу исчезать с первым же порывом какого-то ветра, искушения. А любовь долготерпит. Любовь милосердствует. То есть, любовь имеет милое, понимаете, сердце по отношению к другому человеку, любящее, открытое сердце, желающее другому человеку только благо. Любовь не завидует. Ну, понятно, да, что если мы действительно кого-то любим, ну, как детей своих, например, да, мы же не завидуем, когда у них что-то хорошее происходит в жизни. Вот у нас не произошло, а у детей произошло. Правда же? В голову не придет родителю завидовать своим детям. А вот чужим людям завидуем, понимаете? Почему? Потому что не любим. Любовь не превозносится, не гордится, а любовь смиряется, понимаете? Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не бесчинствует, не ищет своего. То есть, не своей выгоды человек ищет в любви, а выгоды того, кого он любит. Не раздражается, не мыслит зла. Ну, вот опять же, не раздражается. Правда же, бывает сложно не раздражаться, но вот истина, настоящая любовь, действительно, раздражение преодолевает. Не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит. Вот это все покрывает, тоже это очень знакомо каждому человеку, особенно, опять же, родителю по отношению к своим детям. Видим недостатки детей своих, да? Однако же любовью покрываем эти недостатки. И все равно считаем, что наши дети самые лучшие, самые хорошие, самые любимые. Несмотря на то, что видим какие-то недостатки. И вот как бы хорошо было бы, если бы к другим людям мы отчасти хотя бы научились бы так же относиться. Видим недостатки. То есть, глупо закрывать глаза. Конечно, они в глаза иногда просто бросаются, это недостатки других людей. Но любовь истинная, она покрывает эти недостатки. Покрывает, то есть, не замечает. Как помните, этот Ной лежал обнаженный, да? И хам над ним подсмеялся, да? А Сим взял покрывало и накрыл. Покрыл, понимаете? Своего родителя, срам своего родителя прикрыл. Вот. Всего надеется, всё переносит. Ну, то есть, любовь не исчезает, как бы, когда перестаёт надежда. То есть, любовь – это то, что надежду продлевает. Любовь никогда не перестаёт. Вот это вот истинная любовь. А то, что у нас, так сказать, имеется по отношению друг к другу и даже самым своим близким, конечно, не всегда отвечает вот этим всем критериям, которые апостол Павел перечислил. Но всё равно мы должны иметь их в виду, как некий идеальный образ, как некий идеал, к которому мы должны обязательно стремиться в своей жизни. Богу нашему слава во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok